Всем привет! Это программа Весь Спорт. Для вас работаем мы, Екатерина Назарова и Александр Захаров. Сегодня поговорим о шорт-треке, тэквондо, хоккее и большом теннисе. Все самое интересное в ближайшие 20 минут. Мы начинаем! Сегодня в нашем выпуске. Четыре медали с одних соревнований. Екатерина Ефременкова вернулась из колонны. С Кубка России по шорт-треку. Татьяна Кудашова сменила добок на футбольную форму. Челябинские тэквондисты провели необычную тренировку. Алексей Заварухин и Данила Зиновьев. Наставник и игрок белых медведей. Гости нашей студии. Пять медалей за три дня. Такие результаты показали южноуральские представители шорт-трека на Кубке России. Причем челябинская спортсменка Екатерина Ефременкова четыре раза поднималась на пьедестал почета. Она завоевала три золота в личном зачете и один раз стала третьей в командной эстафете. Как ей это удалось, смотрите в нашем первом сюжете. Буквально пару дней в Челябинске Екатерина Ефременкова на этой неделе вернулась с Кубка России по шорт-треку. И зашла проведать друзей на ледовую арену «Уральская молния». Сейчас у спортсменки самое начало сезона. И благодаря хорошим результатам на прошедшем турнире она пробилась в состав сборной России на этапы Кубка мира. Я довольна результатами, в принципе. Конечно, больше довольна секундами. Что все получилось быстрее, чем в том сезоне было. Я надеюсь, что этот сезон будет намного продуктивнее и будет больше медалей. Это кадры финального забега Екатерины Ефременковой на 500 метров в Кубке России по шорт-треку. Челябинская спортсменка уверенно обыгрывает своих соперниц и становится первой. Затем добавляет к этой медали золото на 1000 и 1500 метров. И становится третьей в эстафете на 3 километра в составе сборной Челябинской области. Вместе с другими южноуральскими молниями Юлией Бересневой, Елизаветой Кузнецовой и Анной Матвеевой. Теперь Ефременкова выступит на этапах Кубка планеты в США и Канаде. Они пройдут в ноябре. Екатерина Ефременкова является чемпионкой Европы и бронзовым призером чемпионата мира в эстафете. А также обладательницей четырех медалей Всемирной универсиады. Пока Ефременкова готовится к международным стартам, в родном Челябинске полным ходом идет строительство нового центра по шорт-треку. 70 рабочих занимаются внутренней отделкой, монтажом системы вентиляции и отопления. Идет остекление здания. На следующей неделе планируют заливку бетоном ледового поля. Объект готов на 75%. Для Копейской строительной организации это уже второй подобный заказ в Челябинской области. В прошлом году они возвели похожий спортивный объект в Южноуральске. По опыту прошлого проекта не была учена система рекуперации. Здесь мы ее уже учили. Это отсечение холода от ледового поля. То есть поле внизу подогревается, чтобы не шел холод от естественного грунта. Центр по шорт-треку строится на средства федерального и местного бюджета. Всего 390 миллионов рублей. Площадь нового спортивного объекта почти 5000 квадратных метров. В двухэтажном здании будет крытый каток 30 на 60 метров. Три тренировочных зала, комфортные раздевалки и комнаты отдыха для спортсменов. Также будут три буды на 150 посадочных мест. Здесь смогут проводить сборы как спортсмены Челябинской области, так и всей России. В первую очередь здесь, конечно, школа Шкобликова, которая будет базироваться на этом объекте. Два объекта. Ледовый дворец Уральская молния и вот этот комплекс по шорт-треку. Они объединяются в региональный центр по калькобежным видам спорта. Новый центр по шорт-треку планируют сдать уже в декабре. А вот еще одна титулованная челябинская спортсменка Татьяна Кудашова совсем недавно вернулась с золотом международного турнира под Хэквондо Раша Оупен. Вообще, в последнее время Татьяна набрала хорошую форму и показывает отличные результаты, планомерно набирая рейтинговые очки для участия в Олимпиаде 2020. На этой неделе тхэквондисты сменили дабок на футбольную форму и провели необычную тренировку. Как гоняет мяч по полю серебряный призер чемпионата мира под Хэквондо Татьяна Кудашова, посмотрим вместе. Бьют хорошо с ноги не только по голове и туловищу, но и по мячу. Тхэквондисты проводят тренировку на футбольном поле, играют смешанными командами. Парни и девушки меняют друг друга. Победители с победителями, проигравшие с проигравшими. Занятие длится час. Для тхэквондистов такая тренировка – возможность переключиться от основных занятий. К тому же здесь также активно задействованы ноги. Татьяна Кудашова совсем недавно вернулась в Челябинск, выиграла соревнование Russia Open. До этого взяла золото Polish Open и стала третьей на этапе серии Гран-при. Сейчас будет две недели тренировок в родном Челябинске. Сейчас идет подготовка к следующему этапу Гран-при. Он пройдет в середине октября в Болгарии. Поэтому нет времени расслабляться, так скажем. Поэтому потихоньку восстанавливаемся и опять начинаем набирать форму. Тренер Кудашова Александр Уэнс отмечает, последние результаты значительно повысили шансы Татьяны на Олимпиаду 2020. Это нам позволило по рейтингу подняться на две строчки вверх. Мы были пятые в том месяце. В этом месяце мы уже на 1 октября стали третьи в Олимпийском рейтинге. На Олимпиаду отбирается пять человек с рейтингом. На занятия по футболу и другие известные тхаквандистки. Ольга Иванова – первая и единственная в России чемпионка мира. А также Кристина Прокудина, которая выиграла недавно серебро командного Кубка мира в составе сборной России. И завоевала серебро всемирных игр в Корее. Сейчас спортсменки готовятся к чемпионату России. У нас сейчас идет сбор полноценный с командами. Встречаемся, делимся, работаем. Буквально через полторы недели уезжаем уже в Казань. До Олимпиады Татьяна Кудашова планирует выступить еще в нескольких турнирах – чемпионате Европы, одном этапе Гран-при и финале. Напомню, что Татьяна Кудашова является обладательницей двух серебряных медалей чемпионата мира и трехкратной чемпионкой Европы. Хорошими результатами могут похвастаться и хоккеисты «Белых медведей». В текущей домашней серии молодежные лиги челябинцы уступили лишь один раз. По булитам и одержали три победы. Причем в последних двух матчах забили 10 шайб, а пропустили всего две. Сегодня у нас в гостях главный тренер «Белых медведей» Алексей Заварухин и нападающий команды Данил Зиновьев. Здравствуйте. Данил, на последней игре именно вы стали одним из творцов успеха. Два очка, гол плюс передача. Вообще сейчас 4 балла у вас результативных, сыграли все 10 матчей. Как оцениваете на данный момент свои результаты? Ну, конечно, всегда хочется большего. Хотелось, конечно, больше забить. Ну, а чего пока не хватает, как вот сами считаете? Реализации, мне кажется, не хватает. Надо подработать этот момент. Можно ли сказать, что в этом деле очень много все-таки зависит от партнеров? Насколько тебе комфортно с ними? Ну, зависит от партнеров, конечно, немного. Все равно самому надо пробовать. Очень интересно сразу спросить у Алексея Борисовича. А вы как считаете, чего не хватает Данилу? Это не только Данила, да. Ну, это касается всей нашей команды. В принципе, мы создаем очень много моментов даже по этим 10 играм. Мы не можем забить. Где-то в конце расслабляются ребята, уже обыграв. Вот конкретно забить гол, сделать результат. Вот этого пока не хватает. Мы, в принципе, над этим сейчас много будем работать в паузе. Все через работу. Будут ребята работать, придет результат. Если говорить про результат, в первый сезон в качестве главного тренера вы проводите, до этого были помощником. Поменялось ваше мировоззрение в плане того, ну, вообще, хоккейного? Ну, конечно, сейчас и ответственности больше, и тех моментов, в которых я, когда был помощником, я не касался, теперь это все на мне. Хорошо, что, да, у меня сейчас такие тоже помощники хорошие. Они во всем мне помогают. Мы всегда с ними консультируемся, всегда на связи. То есть там какого-то нету. Все в одной команде, один тренерский штаб. Кстати, да, по поводу тренерского штаба тоже хочется отметить. Константин Панов, Геллашвили, это те, на кого равняются, которые, ну, всех на слуху известны. Расскажите, как у вас взаимодействие с ними? Ну, опять же, да, Константин работает с нападающими, Марат Аскаров работает с защитниками. У каждого свои обязанности. Георгий работает с вратарями конкретно. Я стою, как говорится, на вершине, но в любом случае у нас идет консилиум. Мы разговариваем, то есть принимаем общее решение. Но также есть задача у команды, ведь эта система готовить для Челмета и для главной команды. Как взаимодействуете с тренерскими штабами? Мы всегда на связи, всегда на телефонах. И, опять же, по первому звонку мы ребят отправляем либо в Челмет. Да, сейчас мало народу, кто может сразу заиграть в тракторе в нашем команде, потому что те ребята более молодые, они в любом случае уже играют в Челмете, хотя они еще и могут играть за нас, за Белком Вене. Как у вас вообще настроено внутри команды это общение? Проходите ли вы какие-то психологические, вот то, что вы сказали, что психология много зависит, вот с игроками в том числе разговариваете отдельно, может быть, или как-то командно вызываете? Ну, конечно, опять же, я прошел школу очень хороших тренеров, где посчастливилось поработать, опять же, там, не побоюсь этого слова сказать, там, с великими тренерами. Каждый из них я взял свою изюминку и сейчас пытаюсь это воплотить в своей команде. Это, опять же, да, разговоры один на один, разговоры, там, с тройками, с пятерками. То есть без этого сейчас никуда. А в команде я хочу, опять же, если Данил не даст соврать, это, опять же, позитив в первую очередь, опять же, чтобы не было негатива в команде. И даже если ты не в составе, ты должен, а у тебя должно быть идти позитивные эмоции. Данил, как вот вам воспринимается, например, когда главный тренер говорит, так, Данил, зайди, нам с тобой нужно поговорить? Ну, конечно, сначала становится, ну, не по себе, но потом уже по ходу разговора как бы понимаешь, что от тебя хотят. Ну, то есть все всегда по делу? Да, по делу всегда. Нет такого, чтобы было. Данил, я не могу не спросить по поводу вашей прически, поскольку сколько я слежу за вашей карьерой, всегда большая шевелюра была, а сейчас модная стрижка, что поменялась, почему? Решил поменять стрижку, просто устал ходить с длинными волосами. Тут никакого подвоха нету, просто... Ну, то есть нет такого, что с той прической не было очков, а здесь поперло? Нет, нету такого. Команда сейчас идет в середине турнирной таблицы, пока не входит в кубковую восьмерку. Как считаете, чего не хватает, Данил? Ну, все, как сказал Алексей Борисович, все-таки не хватает реализации, не можем забить свои моменты. Ну, в принципе-то мы играем хорошо. Ну, конечно, это же молодежный хоккей, это ребята очень, они подвержены, как говорится, своими эмоциями, своим настроением, то есть они сегодня могут сыграть, а завтра их надо будет, наоборот, из-под палки заставлять это играть в хоккей, потому что бывает, что... Ну, ребята молодые, они растут, они развиваются, то есть здесь уже сложно быть на одном уровне все время, что мы им хотим, чтобы они все время развивались, чтобы они росли. Кстати, про результат. На данный момент у «Белых медведей» уже есть в активе три бронзовые медали до этого за МХЛ. Как улучшить этот результат, чтобы в этом сезоне взять золото или серебро? Ну, опять же, это мое мнение, если у нас будет коллектив, если у нас будет команда, нам любые цели по зубам. Спасибо вам большое за участие, желаю нам всяческих побед. Ну и золото. Конечно, только золото. Кубок, который новый, красивый, просто тот был не очень хороший, надо сразу основной. Просто очень сильно хотим его видеть у нас в студии, поэтому нужно его выигрывать, переносить. Спасибо большое. Далее у нас реклама, не переключайтесь. Это программа «Весь спорт» и мы продолжаем. Осень – самое лучшее время определить своего ребенка в какую-нибудь секцию. И сегодня мы вам поможем в этом выборе. Познакомимся с элитным видом спорта. Итак, знакомьтесь, его величество – большой теннис. Теннис считают элитным видом спорта. Не зря его называют королевским. В 19 веке на родине большого тенниса в Англии в него играли только привилегированные особы. Со временем теннис стал популярен во всем мире и официально приобрел статус вида спорта. Сегодня он остается занятием престижным. И родители, которые мечтают о лучшем будущем для своих детей, предпочитают отдавать их в секцию теннисом. Я занимался уже 10 раз. Мне теннис нравится, потому что здесь очень много интересного. Лучше всего у меня получается делать вот так. Имитация удара – самое первое базовое упражнение, с которого начинается знакомство маленьких детей с миром большого тенниса. На занятиях этому и другим элементам юных спортсменов обучает тренер с 10-летним опытом работы Александр Галеев. Левую ручку вытягиваем на сетку, на теннисную, ракетку держим в правой руке. Ближе подходи к мячу, ближе подойди, ножки согни. Ножки сгибай, не бойся. Подставляем мяч и катаешь его. Александр признается, тренировать малышей непросто. Дошкалята часто отвлекаются во время занятий. Но процесс этот всегда увлекательный. Тем более, что прививать любовь к теннису нужно именно с 5-6 лет. Кто-то приходит в раннем возрасте и уже немножко скоординирован. А с кем-то нужно работать по новой, отрабатывать определенные упражнения. Теннис – сложный вид спорта, который развивает у детей скорость реакции, улучшает координацию движений и позволяет прорабатывать все группы мышц. Не говоря уже о том, что эта игра – отличный способ направить неуемную энергию маленьких непосед в нужное русло. То есть для тех, кому сложно усидеть на месте, в большой теннис открыты все пути. Родителям не стоит опасаться, что потенциальные звезды Уимблдона с самого начала будут загружены серьезными физическими нагрузками. Опытный тренер не только разумно выстроит занятия, но и поможет подобрать правильный инвентарь. Для маленьких детей есть маленькие ракетки, с которыми им легче управляться. И также мячи, которые не отскакивают высоко. То есть они прыгают на определенный уровень. Поэтому ребенку будет легче играть. И на соревнованиях также ему будет больше удобнее. Проходят тренировки на оборудованном корте со специальным покрытием, что позволяет минимизировать риски получения травм. А вот преимуществ от занятий большим теннисом огромное количество. Даже психологи находят в таких тренировках плюсы. По словам специалистов, если ребенок и не станет в будущем первой ракеткой мира, то обязательно вырастет решительным, самостоятельным и целеустремленным. А сейчас наш розыгрыш. Кто правильно ответит на вопрос программы, получит два билета на домашнюю игру трактора. Итак, на каких трех дистанциях Екатерина Ефременкова выиграла золото Кубка России по шорт-треку в Коломне? Свои ответы присылайте на почту vssobak1obl.ru. Не забывайте указывать номер телефона для обратной связи. А на сегодня это все. Мы желаем вам активных и спортивных выходных. Увидимся в следующую субботу. Пока!